Однако здравствуйте, с вами Камиль и мы продолжаем прохождение DSX Human Revolution. В прошлой серии мы зачистили фабрику Шариф Индастрис, спасли заложников, добрались до главаря террористов Зига Сандерса, который не знал, что у него в команде был хакер, который все это дело сделал. Хакер, кстати, самоубился, он был с имплантами, хотя казалось бы, там террористы были в движении за частоту от имплантов. В общем, какая-то подстава во всем этом чувствуется и мы будем выяснять, что с ним происходит. Но сегодня у нас будет серия медленного, неторопливого исследования Шариф Индастрис в нашей штаб-квартире. Как я и планировал, Фарида, мы с тобой... Что-нибудь нужно, Дженсен? Конечно. Что-то конкретное? А, мы с тобой уже говорили, спасибо. Мы с тобой говорили в конце профсосерии, давайте выдвигаться Шарифу, тут народ сеет, куриц. Сейчас стоит. Курилка местная, да? Нет, вы слышали этих фанатиков? Они считают, что захватывая заложников, можно добиться запрета на импланты. И все же напряжение в обществе нарастает. Точно нельзя. В клинику протез невозможно зайти, обязательно кто-нибудь прицепить. Может быть, ООН сумеет что-то сделать. Кто знает. Понят нам. Тангар-Ангар-Бэй, закрытая дверь, да? Внимание! Все действия записываются. Чтобы... Чтобы... Чтобы содействовать предотвращению любого преступления, которое может быть совершено против предприятий. Ну, просто там еще про парковку, давайте, ладно, не будем, не будем зависать совсем уж сильно, нам нужно изучать Шариф Индестерис, тут еще, офигеть, сколько много всего нужно раскопать. Так, exit parking и street level. Good very good. Эта дверь не открывается, аж... Опа. Ожарик хотел сказать я. А тут у нас вентиляция. Интересно, а я ее... А, кстати, мы тут по квесту залезли с вами. Видите, кто-то складывает в склад каких-то припасов устроил. Мы должны были сюда, как бы, в эту вентиляцию случайно, ну не случайно идти, а по наводке, которую я хотел раскапывать как раз. Критный чип на 200 кредитов и... Карман секретарь. Кого? Мгилмор Брайану Тиндалу. Ты где, мать твою, шляешься? Брэнди, нужен нейропозин. Это тебе не аспирин какой-нибудь от нехватки аспирина, не умирает. У тебя 15 минут ждут заправки, а потом пойду кому-нибудь еще. Чувак, не подведи меня. Пожалуйста. С заправкой. Ну, кстати, мы с вами прям... Ну, я вот столько нахвалил вот этот неотмечаемый квест, Шариф Индестерис, что вы можете найти там пропажу препаратов. И я тупо нашел случайную вентиляцию, где эти препараты Брайан Тиндал прятал. Давайте сходим за заправку, посмотрим, не будет ли он там стоять. По-моему, ужасно, что люди так быстро обратились против Дэвида. Можно подумать, он виноват, что эти психи продолжают нападать на нас. Похоже, многие считают, что мы что-то скрываем. Только потому, что Элиза Касан продолжает болтать об этом. Нет, серьезно. А раньше весь Детройт слушал, что говорит Дэвид. Что случилось? Случилось то, что Дэвид слишком увлекся обещаниями, которые не смог сдержать. 20 лет назад Детройт умирал, помнишь? Шариф пообещал вернуть его к жизни. Разве это под силу одной компании и одному человеку? Я думаю, они просто неблагодарные свиньи. Скорее, да, чем нет. Мужик просто видел, что глава службы безопасности за его спиной и слушает все, что он говорит про босса. Просто это будет плохие воспоминания. Мне нравится эта работа, но тяжело знать, что в любую секунду... Господи, я не хочу говорить об этом. А что, если прямо сейчас сюда ворвется банда радикалов и начнет стрелять? Я их всех вынесу. Я знаю, это ужасно. Потому что вы будете первым, кто... То есть, вы будете... Позитивная девушка, блин. Ты будешь первым в чем? Ничего, не важно. Ничего-ничего, там охрана нормальная стоит. Не беспокойтесь. Более того, на входе сейчас стою я. Так. А еще не могу выйти? Я, наверное, не могу выйти пока... Не этот, не отдам шарифу штуку. Ну, я надеюсь, что мы можем спокойно полазить по этому, по зданию и там найти информацию про Тиндл и так далее, и так далее. Потому что, ей-богу, я случайно обнаружил этот квест. Ой, ну, ну, давай отниму соваться в Женский туалет, все-таки это культурное место. Ну, там... Спорт, 257. Специальный доклад, кстати говоря. Мы же можем... А, оружием они можно доставать. Понятно, понятно. Да, блин. А, все нормально. Я показал, что два женских туалетов. Такой, чего, е-мое? Почему два женских туалета? Это что у нас? 3 500 на 3 500 на 10 тысяч. Расческа? Это какие-то... Приборы личной гигиены, что ли, одноразовые? Прикольно. Какие-то буклеты, следование касательно рук. И слушают, как узколобые академики называют нас монстрами. Дори, у родственников может быть свое мнение. Но они не должны отвергать тебя только потому, что ты... Логично. Они считают, что я работаю на какой-то ферме зла. Говорят, что я выращиваю фальшивые части тел, чтобы помочь мясникам рода человеческого. О, боже. Пардонте, дам, у вас тупые родственники. Мы знаем, что сейчас страна разделена надвое. Гражданская война разрушала семьи. Как и война в Ираке, как и отделение Техаса. В конце концов, надо делать то, что считаешь правильным. Правильно, правильно, дамы. Молодцы. О, это команда Меган. Меган, я помню, вот этот чувак с украинским акцентом. Твой док, я тоже помню. Все погибли. Отвечал на Горлд. Они не постареют, как мы, кто остались, чтобы стареть. Я не помню, слово Вирик переводится. В общем-то, не власть над ними. Боже, не власти над ними. Как и приговор лет. В наших сердцах, в нашем разуме. Их преданность науке, или посвящение науке, всегда будет в памяти. Для нас они достигли бессмертия. Ну, красивую фразу, конечно. Повстная. Это двигаться, наверное, наверх. Там улифт к шерифу, куда мы пока не пойдем. Мы пойдем наверх. Зайдем к Причарду. Обшманаем вот эти вот... Кабинеты, кстати, там нет ли вентиляции? Нет, вентиляцию. В каких-то кабинетах есть интерес, а каких-то нет. Еще не все компы можно залезть, потому что в них народ сидит. Везде 2-го левого. Кто? Сульшериф? Думаю, один пытается убедить другого прекратить игру в прятки и сделать заявление, которое можно противопоставить... Такарда глава нечистовиков вроде как... Он день и ночь трудится в Арктике, пытаясь спасти мир. Когда миллионеру становится скучно, он начинает спасать мир. Вы не знали? Ха, прикольно сказано. Так, все, район безопасности 2. Но мы будем находить какие-то коды вроде как. Где мы можем качнуть себе эту? Качнуть себе... Причард, здорово! Качнуть себе взлом? У нас две практики есть. Так, так. Неужели это сам Махатма Ганди пришел почтить нас своим благотворным присутствием? Если это касается тайфуна, я буду через минуту. Так, Причард, я не для того рисковал головой, чтобы потерять ее в дебрях процессоров и переходников. Ха! Ничего себе, ты выучил такие слова. Не думай, что раз тебе так легко удалось взломать систему безопасности фабрики, теперь ты специалист по всем этим компьютерам. Сейчас я не могу заняться тайфуном. Просто забери его, блин. К твоему сведению, сейчас я провожу общую диагностику безопасности нашей сети, чтобы узнать, как хакеру Сандерса удалось добраться до кодов. Да, головная боль. Думаю, первый вопрос, который надо задать. Чьи это были коды? Впрочем, может быть, ты уже знаешь. Дженсен, пойди выбей пару дверей, убей кого-нибудь. Только позволь мне заняться своим делом. Честное слово, так мы гораздо лучше справимся. Ох. Ты иногда жопа, Причард. Так, это мы как раз не читали, да? Из лекций Хью Дэру в Бернском медицинском институте, 13-й год. Термин нейропластичность сам по себе обозначает гибкость мозга, его способность к изменению собственной организации на основе полученного опыта. Двадцать десятилетия назад специалисты в области когнитивной нейробиологии были убеждены, что нижняя часть мозга и область нейрокортекса не меняется. Мы точно это не читали, да? Или читали? Я вот не помню, если мы это читали, то будет фиаска. Давайте почитаем еще раз, ладно. Давно читали. Нижняя часть мозга и область нейрокортекса не меняется после того, как завершилось их развитие. В то время как память активно меняется в части, тогда мы это как раз читали, да? Или нет, не читали. Однако серия талантливых экспериментов, проведенных Майклом Эрженчем, продемонстрировала, что сама-то сенсорное сухое восприятие, то есть прикосновение и слух. На самом деле нет, мы это читали. Кажется, читали и был очень похожий текст, то у меня такие флажбеки, дырявая память. Ладно, простите, нет, нет, момент. Я все-таки старик. Может даже деть. Врачи безопасности 4, это кто? Да, кабинет Фариды. Ти-3, а это Дори Харрис. Интересно, давайте наверху посмотрим, что можно взломать. Куда можно пролезть. Лицатый кабинет. Двоечка, да. Вон, и не думали бы о запретах. Нельзя сказать точно. Если бы они об этом не думали, Билл Таггер, то не пришлось бы ехать в Женеву, чтобы выступать со своей дурацкой речью, и никто бы не пытался его убить. Ну уж, этого точно никто не знает. Не перебивай Уилл. Одно время весь мир сочувствовал нам. Тебе не кажется странным, что все так быстро от нас отвернулись? Мы должны показать, какие возможности открывают... Против вас работают, ребят. Против нас. Плюс настроение толпы переменчиво. Шериф, еще один. Где-то здесь, кажется, была интелляция, в которую мы можем залезть. О! Хазар-тичер, Мишель-крутчер и кратчер. Блин, и тут все сидят? Сердца из стали. Железо и тени. Мередит увидела, как он споткнулся на другой стороне площади и упал у невысокой стены. Она быстро оглянулась на демонстрантов. Они уже почти готовы были взорваться, и затем, неожиданно для себя самой, бросилась к нему и протянула руку. Он взглянулся под капюшоны, и блеск его глаз, твердых и серых, как лед на море, заставил ее вздрогнуть. Он встал, отказавшись от ее протянутой руки, но в глубине его души что-то боролось, с его хмурым раздражением. «Вы...» «В порядке», — пробурчал он. Его глаза сузились. «Вы ранены». «Просто царапина», — попыталась возразить она, но его рука уже направилась к ее щеке. Мередит вздрогнула, когда серебряные пальцы коснулись ее кожи. Они оказались на удивление теплыми. «Да», — сказал он, — сказал он, — отворачиваясь. Я один из них. Железка. Я... Ну, он уже ушел в другую сторону. Пошел в другую сторону. Это роман, явно. Я такой приключенческий, скажем так. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. «Представляешь, если бы Пик пронюхал, что это правительственный заказ». Вы с фабрики, да? Я там, похоже, сообщение видел. Что ж, нам повезло, что Дженсен успел его спрятать. Не благодарите. Я вот высоковоставленные сотрудники, раз вы в курсе, да? О, мой офис, кстати. А, вот здесь будет сообщение, кстати, про то, что нужно расследовать события. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Просто, ну, вы поняли, да, такой? Идешь, серьезные расследования, нужно расследовать. О, пылесос. О, монетка. Плин, класс, пылесос, турборежим есть. Наполовину он почистил комнату и на 6-60% почти заполнен его бак. Так, что у нас есть? Новый логин. Дженсен. Поскольку мне не сказали, что ты вернешься, я удалил твою учетную запись целиком. Приказ организовать тебе новую пришел мне только что, так что, если тебе не нравится пароль, придется потерпеть. Адам Дженсен, пароль Мандрейк. Мандрейк, кстати, переводится, не помню, как это... Что-то значит, но я не помню, что я знаю, что Дрейк это ящер. Вот. Причер. Пароль должен работать до ростового домашнего компьютера. Спасибо. Так, мы читали уже. Призболивающие есть. Давайте посмотрим, материал безопасности. Это у нас только камеры, да? Там камеры? Камеры работают, выключать там их нет смысла. Мы все-таки шеф безопасности. Ой, зачем ломать? Я это не взломаю, ребят. У меня для этих не хватает. Забаш, нужно нажимать. Та блин. Английский. Не знаю, Мандрейк, вот ящер, алют. Гефтор, Адаму Дженсену. Не хватает слов. Мистер Дженсен. Я сегодня на фабрике говорил вполне искренне. Вы спасли мне жизнь. Во многих отношениях. Когда эти парни с пушками увели Джози, я думал... Ну так вот, вы понимаете, наверное, что я думал. Пожалуйста, дайте мне шанс отплатить вам. Мы с Джози в безопасности. В нашем доме на Бруклин-Корт, на третьем этаже. Вход найдете позади заправочной станции, на второй улице. Как снова окажетесь в городе, загляните к нам. У меня для вас кое-что есть. С уважением, Грэг Торп. Финомаргулис. Небольшая проблема безопасности. Адам, не хочу тебя зря беспокоить, но у нас, похоже, очередной подозреваемый в краже нейропозина. Эропозина, поясняю, это препарат, который предотвращает отторжение имплантов. Знаете, как иммуносупрессоры, которые пьют люди, которые пересадили чужину, органы, так и люди с имплантами в Deus Ex Human Revolution по большей части пьют нейропозин. И только некоторые уникумы, вроде Дженсона, не пьют нейропозин, потому что они предрасположены, так сказать, к нейропротезированию. Я сегодня застала Дензела Митчелла за компанией в моем архиве заказов VersaLife. Он сказал, что ему нужно было найти юридический адрес для контракта, заниматься которым ему поручил Дэвид, но у него этот адрес и на так на десятке бумаг есть. Юрист вроде него мог бы придумать оправдание получше. К слову, код от этого двери 1364. Ранее. С возвращением, Адам. Во-первых, я рада, что ты снова с нами. Нападение все здесь изменило, и мы очень надеемся, что твое возвращение восстановит некоторый баланс. Кроме того, Дэвида у тебя действительно не хватало. Я понимаю, что сейчас ты больше времени работаешь над его поручениями, но если будет свободный момент, я хотел бы тебя кое о чем попросить. Тот у нас крадет нейропозин. Так, 364, да? Это то? Это Дэнзел Митчелл. Дайте исследовать. Мы уже знаем, кто крадет нейропозин. Нейропозин это... Тиндл, да? Вроде как. Вот, но... Вот, Дэнзел Митчелл. Но мы к нему не пойдем, потому что я вам должен показать, как это на самом деле расследуется. А не то, что я случайно нашел. Глобальная политика. Издание 26-го года. Глова 7. Дракон просыпается. Китай отбрасывает длинную тень с начала века. А, Китай отбрасывает длинную тень. С начала века китайский блок упорно движется к статусу сверхдержавы, отнимая у США лидерство в сфере мировой экономики и развитии военной машины. Заметный рост большинстве областей промышленности сделал КНР крупным игроком во многих сферах. В частности, в области технологий модификаций человека. Без принятых в других странах ограничений на эксперименты на людях, КНР смогла быстро продвинуться в исследовании модификаций. Есть опасения, что Китай может скоро оказаться в положении монополиста, еще больше усилив свое влияние. Однако, несмотря на технологический прогресс, в Китае отсутствуют изменения в отношении прав человека и окружающей среды. Ходят слухи о чудовищных преступлениях по отношению как к людям, так и к планете. Однако, железная контроль КНР над средствами массовой информации не позволяет получить достаточное количество доказательств этого. Но вот что цензура у китайцев мощная, это право. Ну-ка, что секретаре? Это может поменять после этого цифры. А, до четверга отсутствует. Придется, значит, до этого момента пробраться в ее кабинет. Снейк подкинул мне код 227, это прямо рядом с ней. Код 4145. Думаю, я как-нибудь пролезу через вентиляцию. Не бойся, чтобы я не так, никаких претензий. Хакернет. Интересно, что откроет сообщение. Автоматически сохранен жена сообщения. Разговор был автоматически сохранен жена и сообщения. Нельзя пускать копов на фабрику. Ставки слишком высоки. Я отправил Дженсона. Френетик пони. Это, видимо, этот, это, что ли, Шариф? Лоубой. Это, видимо, сам наш этот... Да, Лоубой, это наш юрист. Да, он все еще на больничном. Маркович на той неделе сказал, что с ним все в порядке. Ага. А под каким давлением мы осмелись спросить? Ты меня оскорбляешь. Оскорбляйся, сколько влезет, но ты мне плачешь, чтобы я твою задницу берег. С операциями все прокатило, потому что у нас в контракте был этот хитрый пункт. Но если с ним сейчас что случится? Не случится, верь мне. Твое дело, босс. Боже, мы же ему жизнь спасли. Не думаю, что он на нас в суд подавать планирует. Ну, тоже не планирует. А, ты феймаргулис. Дэнни, слушай, как будет минутка, загляни ко мне, а? Дэнни попросил меня составить для Тюм формальный отказ в ответное щедрое предложение. Еще убедиться, что я правильно выразилась. А. Ну, это мы уже читали. Так, какой он сказал? 27-й, да, кабинет? Рядом совсем. Ну, он должен быть на втором этаже, соответственно. Блин, другую сторону, да, лестница? Прекрасно. Опять. Просто хранимся. Третий этаж и последний, да, после. 27-й, 27-й, 27-й. И 28-й стеки наверху был. Нет, он 27-й. А это Мико Пайк, да? Мико Пайк, да, вот, мы собрались через вентиляцию. 4145. И тоже не сидит, никто не сидит. Еще одна книга. Нейронный узел разработки будущего. Хьюдеру. Выдержки и заметки в журнале «Нейронатурализм». Октябрь 2015 года. Технология нейроузлов, по мнению некоторых, является камнем на шее кибернетических исследований, но подобные высказывания лишь демонстрируют отсутствие способности мыслить нестандартно. На самом деле, нейронный узел всегда обладал потенциалом роста за пределы своего функционала, потенциалом стать сердцем интеграции кибероборудования. Импланты, разработанные изначально как элементы постоянно уменьшающихся деталей телефонов, телевизоров и плееров, вмещают огромное количество физических процессов на одном физическом чипе. Однако ключ заключается в сопряжении. Узел контролируется программным обеспечением, позволяющим более эффективно использовать оборудование. Каждый сигнал нервной системы вызывает один или несколько собственных потоков на основе таких действий, как движение или активация памяти. Мое предложение представляет собой сочетание многоядерных процессоров, более тесно использующих природную способность человеческого мозга, к одновременному выполнению нескольких задач. Так мы фактически ломаем барьеры между текущими системами нейроузлов и мозгом-носителя. Фактически, мы позволяем узлу работать непосредственно с мозгом. Если провести аналогию, то вместо эстафеты, в которую один участник медленнее другого, мы создаем тандем. Прекрасно, прекрасно. Искарь. Вон есть. Теляться, в нее залезем. А Синди Мартинза, Диана Гонзалес. Прости. Дин, Ди, не сердись на меня. Я просто хотел сказать, что, вероятно, допущена ошибка. Такое бывает сплошь и рядом. Кроме того, мы так и не увидели результаты анализа ДНК. Разве ты не хочешь верить, что Меган все еще может быть жива? Она и твоей подругой была, между прочим. Гилбергамо Диане Гонзалес. Это правда? Ответ. Так, во-первых, от Дианы Гонзалес. Хей, Кейл, ты слышала, что нам хотят уедать отпуска? Что такое вообще? Компании обычно такое выкидывают, когда им вот-вот и кранты. Да, Лайл мне только что сказал. Мы тут вкалываем, как лошади, а они нас лишают привилегий. Это не круто. У меня такое ощущение, что скоро тут все развалится на части. Кстати, вечером-то выберем себе город. И смотрим слишком поздно спалить, конечно. И тут сверхурочная, да? Это мы не читали, кстати. Я обратил внимание, что многие из вас... Я обратил внимание, что многие из вас работают сверхурочно, чтобы уложиться в сроки по нашим контрактам. Поэтому я хочу всем напомнить о политике Шарифа Индезрис в отношении сверхурочных часов. Каждый, кто работает более 8 часов в день или более 40 часов в неделю, за все сверхурочные часы, согласно закону, получает полторы установленных став. Однако мы хотели бы предложить вам альтернативный вариант. Обмен сверхурочных часов на часы оплачиваемого отпуска. Один к одному. После выполнения всех работ по вашим проектам. Прошу связаться с менеджерами отделов и поставить их в известность о выбранном вами варианте не позднее 11 утра, пятница. Очень понятно. Все же, последний сообщение вам. Да, последний. Полезли. Потырили у сотрудников кредит, конечно. Отсюда, шеф. Этот шеф безопасности, да? Заначки на кофе не будет. Простите. Жаль, что я нашел задачку с терапозином. Но как я это сделал? Почему? Почему я везде, везде залезу? Вот просто везде. Куда не сунься, вези залезть. Так, знаете. Кибер-проэнергия, искусственно созданность, съедобный источник энергии. Стоящее из белков и углеводов. Прекрасно, давайте один используем. Поставим себе одну батарейку. Возьмем лишки. Так, Атофейна Маргулис, мы это че... А, отпускные сверхнормы. Миха, я только что поговорил о серии на 4 сезонах. Она говорит, что отгулы, который ты брал, который ты брал в последнее время, были совсем не ради отгулов. Почему же ты сразу ко мне не подошел? Если бы я знал, как для тебя трудно находиться в лаборатории, я бы что-нибудь придумал. Слушай, я поговорю с Дэвидом, он все поймет. Может попробуем покрыть дни твоего отсутствия страховкой? Пока что, оставайся дома, расслабься и не забывай ходить к Эрин. Похоже, она очень хочет тебе помочь. Мы читали... Мы читали... Напоминаю всем. Интернет-правил безопасности. Блокируйте экран компьютера, меняйте пароль раз в полтора месяца, никогда не записывайте свой пароль, не сообщайте его никому, кто не является уполномоченным системным администратором. Пользуйтесь интернет в личных целях только тогда, когда карта у тебя дома. Такие простые правила. Обновление Шарифа Всем доброе утро. Я знаю, что не все вы смогли опомниться от происшествия несколько месяцев назад. Даже я с большим трудом могу осознать ужасающую потерю такого количества хороших людей, наших друзей и коллег. Я знаю, что нам никогда не заменить их. Но я клянусь вам, мы восстановим все. Мы соберем обломки своей жизни и их работы и продолжим движение вперед. Вместе мы будем сильнее, чем мерзавцы, так поступившие с нами. Мы не позволим им одержать верх. В настоящий момент я постоянно веду переговоры со структурами, расследующими нападения. Как только узнаю что-нибудь конкретное, сразу же сообщу. Тем временем Фрэнк с основной командой охранников без устали трудится для того, чтобы обеспечить безопасность нашей компании. Вам всем. Если есть какие-то вопросы или просто желание поговорить, моя дверь открыта для всех. Не стесняйтесь. Дэвид. То есть вот, на Микки Пайнс мы... На Микки Пайн мы как бы останавливаемся. Что такое Эрин? Что это была подстава. То есть это не тот человек, который ломает, крадет нейропозин. Я кажется, должен был после второй миссии найти еще какие-то подтверждения. Давайте поднимемся к Афине и поговорим с ней. Может она что-то скажет. Что я помню, в одном из этих офисов мы придумали к Менилам о нем. Дори Харрис в третий уровень. Лоб искал Кэл Лобес. Братья что ли? Ха, вентиляцию, видите? Ладно, давайте качнем второй уровень безопасности. Почему нет? Злом второго уровня. ППМ. У нас еще две практики остаются. Я думаю, качнуть Касси для этого. Это штука, которая позволяет убеждать людей. Ломай. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать. У нас с вами могут выехать сразу. Так, спокойно. Ну все, у нас миллион секунд. Мы хоть тысячу лет можем здесь. Можем взламывать. Так, еще окиби про энергии, которая нам не залезет. Потырим кредитных чипов. Еще одна книжка. Ммм, отец Дэрроу, Сэммер Мартин Дэрроу, медиамагнат и основатель сети Пик. Отправил его в престижную скейфельскую школу, а по и школу Стоуи. Обладая атлетическим телосложением, Хью стал капитаном команды футбола, регби и крикету. Однако, если не считать спорта, школа была для него скучной, поэтому Хью не стал посылать в колледж. Его интерес к разработке и созданию механических устройств компьютерного управления, первый робот в 10 лет, самодельно роботизированная лаборатория в 10-16, привел в конечном итоге в 94-м году на первый турнир войны роботов. Победы ему не досталось, но в разговорах с другими экспертами в области робототехники он узнал об исследовании в человеческих движениях, в Стэнфордском университете, целью которой была разработка улучшенных протезов. Дэрроу остался в США для того, чтобы встретиться с несколькими исследователями в серии биомеханики. Ну, этот отец механики, так сказать. А, еще одна книга. Начальные данные условия тестирования. Биометрический состав 1, высознан на основе схемы биочипа. Так, ага, ага. Пдот. Просто я не вижу, что это информативное, я быстро сам прочитаю. В общем, два состава проверялись биоматричных. Первый работал как стандартный, то есть он начал проявлять признаки отторжения спустя пару недель и для его подавления используя нейропозин. А вот разработки Меган, состав разработки Меган, не дал отторжения. Более того, он начал рост какой-то новой нервной ткани, которая превращала его. То есть потенциально разработки Меган позволяют носить импланты всем без проблем. То есть без опасности их отторгнуть. Ломаем. Ну, это серия, повторю, она будет такая очень неторопливая. Ой, и 9 секунд, но этот перебор, ребят. Вот, все нормально. А вот все еще работают повеселее. Пусть берет на кофе от Андрея Ван Везл Тэгу Брюгеру. Ван Везл? А-а-а. Андрея, объясни мне, это что такое было прошлой ночью? Во-первых, я был не в курсе твоего интереса. Даже не думал, что ты еще в лаборатории. Но когда я пошел убрать остатки нейропозина и встал тебя у морозилки, думаю, не стоит упоминать, что это был очень приятный сюрприз. Слава богу, что расселение нас не застукал. Нет, ну вот такая я загадочная. Это подозрительно, потому что она явно не его ждала, скорее всего. А-а-а. И пришлось там, ну что-нибудь сделать с ним. Хе-хе. Отвлечь бедолагу. Эм. Чтобы не попасться. Видимо, она участвует в кражах нейропозина, Ван Везл, да? Ничего-ничего, Ван Везл, мы тебя вскроем. С нами такие шучки не пройдут. Шучки, Юра, штучки. Это же кабинет Ван Везл, кстати? Да, Андрей Ван Везл. Посмотрим. Андрей Ван Везл. Привет, Шайн и Феррид. Ну, Герсник, вручать тебе задание. Стало изв... А, она проверяла это. Например, по заданию Фрэнка Причарда, блин, ладно. Стало известно, что кто-то у нас тут крадет нейропозин. И уже достаточно давно. Ты в курсе? Но стоит целое состояние, так что все шансы, что им кто-то приторговывает на черном рынке. Нужно разобраться с этим вопросом и должить Шерифу раньше, чем это сделает Дженс. Не хочешь поиграть в ночного детектива? У меня тут есть видеокамера, которая может вести запись изнутри морозилки в лаборатории. Однако, если кто-то увидит, как я ее вставлю, люди не поймут. А вот ты у нас сплошной сюрприз. Ну как? Да. С Эдом Брюгером ей пришлось повозиться, бедолага. Член книга Путь Белл Тауэр. Это, кстати, наемники. Группа компании Белл Тауэр представляет широкий спектр решений в области безопасности для военных ран. Структуры, созданный 10-7, работают там по везде-везде-везде. Штаб в Англии. В Лондонской раковине, в осушенном районе на берегу Темзы. Представляет собой укрепленный небоскреб, способный взять фору некоторым военным базам. Неплохо. Есть военно-морская база на берегу Мексиканского залива, тренировочный центр Бангалори в Индии. Услуги всем подряд предоставляют. В общем, эвакуация, в течение обеосновождений заложников, реализация угроз и все остальное. Наемники. Классика. Так, ладно, значит, мы можем сходить в лабораторию и потенциально проверить, что там есть. Интеряции нет? Нет. А лаборатория, она где? Она внизу. Если мы спустимся, то узнаем, кто... Мы и так знаем, да, но... Так мы точно проверим. Оставимся. Вопрос в том, где лаборатория. Security Manager, это не то, это не то, не то. Не здесь ли она? Лаба. Лобби, Security Manager, нет, не то. Это у нас выход. Это выход на взлетную площадку, наверное, тоже не то. А где она, тут лаборатория? В Терри, здравствуйте. Дженсен, вы там были, на фабрике. Что случилось? Как это чудовище ускользнуло от вас? Мы с ним еще поработаем, не успокойтесь. Оно не ушло, не уйдет от наказания. Тесно, что будут стоять, смотреть, что ли, указания. Или можно киберимплантами кинуть подключаться. Попричем. Пицца, отлично. Пицца, это хорошо. Лаборатория должна быть не внизу, по логике. Вид так? Просто... Ну, это не то, это выход в парковку, а где выход в слабую? Я случайно нашел эту вентиляцию. Я просто пошел тупо не в ту дверь. Вот я сюда зашел, вместо того, чтобы пойти полезется наверх, я пошел в эту дверь и нашел вентиляцию. Кайф. Так, где лаборатория? Карта, подскажи мне. Эм... 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 Сейчас, сейчас узнаем. Ладно, 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 потом проверим. Давайте еще аксариф сходим. Я пока не нашел информацию. Сетала больше существует. А, давайте, кстати, еще что-нибудь качнем. У нас целых две праксисы. Может, качнем социальный корректор от Касси? Ну, а что там пригодится? Прямо-прямо приведется, пригодится. Дайте качнем. Да, пусть будет. Вали сюда, праксис. Ну, целых две, вы скажете. Вот такая мель вообще этот... Как это называется... Транжира. На самом деле, не совсем трендер. Хью, послушай меня. Возможно, это не он вложил оружие в руки Сандерсу, но все началось именно с выступления Таггарта в ООН. Уильям Таггард всего лишь ушлый политикан. Сами знаете, Дэвид. Хью Таггард. И ради сохранения лица я должен слушать его бреднее, глядя ему в глаза. С улыбкой. Обязательно с улыбкой. Патрон. Шериф похож на нашего Янгелина. У меня на работе. Мы позже поговорим. Вы хотели видеть меня? Да. Как самочувствие? Бывало и лучше. Хорошо. Когда закончим здесь, загляни в клинику протез к доктору Маркович. Провериться не помешает. Если вы настаиваете. Послушайте. Насчет Сандерса. Да, насчет Сандерса. О чем ты думал, когда позволил ему так легко ускользнуть? Я отправил тебя туда, чтобы ты обо всем позаботился. Вы просили меня разобраться в ситуации. Я это сделал. Ясно. И еще я понимаю, почему в полиции именно на тебя решили повесить ответственность за бунт в Мексикан Тауне. Боже, Адам. Я думал, ты был к этому готов. Я был. Сегодняшнее нападение. Чья-то попытка заморочить нам голову. Я намерен узнать, чья и зачем, чтобы это больше не повторялось. Отлично. Я тоже. Ты уверен, что у него были приращения? Я выдернул из него провода. А полиция говорит, что нет. Они не позволили мне взглянуть на труп. Даже после того, как я пригрозил урезать их в Менсионный фонд. Может, кто-то другой платит им больше. Так что я должен делать, босс? Нам нужно посмотреть на тело. У тебя есть старые друзья в полиции. Как ты думаешь, кто-нибудь из них может пропустить тебя в морг? Смотря кто попадется. Отправляйся в участок и попробуй попасть внутрь. Если у хакера были модификации, его нейронный узел поможет нам понять, кем он был. Свяжись со мной, как только доберешься до него. Ммм, окей. Тот самый лифт в лабораторию, который сейчас, который сейчас закрыт, ведь так? Да. Просто не функционально. Ну понятно, лабораторию-то разнесли. Фина? Адам? Ты только что говорил с Дэвидом? Я не знала, что он закончил беседу. Все в порядке? Насколько возможно. Так. Можно подумать, я знаю, что это сейчас значит. После сегодняшнего выступления Тагарта телефон просто разрывает. Тагарт? Когда я вошел, шариф как раз говорил о нем. Тагарта призвали меня всех. Что меньше говорит про нас, отец основатель фронта человечества? О, на сей раз он был самоискренность. Осудил все насильственные действия, направленные против нас. Предложил навестить нас лично, чтобы выразить соболезнования. Может, Тагарт и не организатор? Неудивительно, что босс не в настроении. Его можно понять. Если бы все решали такие, как Тагарт, ты бы умер на операционном столе. Проблема в том, что он умеет играть на людских страхах. Все политики. Вмешательство в биологию человека выглядит довольно жутко. Расскажи это инвалидам войн, которые получили шанс на нормальную жизнь. Давайте вообще от Нициной откажемся. Но если Тагарт преуспеет, сможет повлиять на общественное мнение, он придется занять его позицию. Ничего, ничего, мы с ним разберемся тоже. Заболни мои слова. Этот человек проблема. Волнуйтесь, Афина. Справимся. Лучший идеатом. Уверена, о чем бы не попросил тебя Дэвид, это важно. Да все, 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 ухожу, ухожу. Еще что полезное? Ссоры. Ладно, спускаемся. Нам бы поскорее уже выложить предметы и продаться, а то у нас куча всякого мусора в инвентаре, который он не сильно нужен. О, нас вызывает. Это, кстати, тоже поместить по нейропозину, кажется. Но мы увидели сообщение Брайана Тиндалла, ведь так? Уже. То есть там все-таки Брайан Тиндалл все это дело сделал. Надеюсь, ну, мы не сломали игру из-за того, что нашли это раньше времени. Эй, Дженсен, рад тебя видеть. Черт, разговариваю, словно я его девушка. Привет, Дженсен. Рад тебя видеть. Здорово, что ты вернулся. Как ты? Справляюсь. Жаль, что с Меган так вышло. Я понимаю, тебе нелегко. Мы сначала подумали, что и тебе крышка. Кругом беда, на что обход нападения. А потом этот кошмар с фабрикой. Да, нелегкие времена. Ты-то как, Орелла? Я не знаю. Я... Я тут облажался. Капитально. Что случилось? Пару месяцев назад мы с Тиндаллом, знаешь, один из техников Причарда, начали понемногу таскать нейропозин из лаборатории. Ну ты даешь. Боже, Тим. Тебя же уволить могут. Сам-то понимаешь. Даже арестовать, если компания решит дать делу ход. О чем вы только думали? Я знаю. Тут... Все непросто. Я сначала был против, но потом нашлись резкие причины. В общем, сейчас я хочу с этим завязать, но у Тиндала есть запись с видеокамеры, где я краду это барахло. Говорит, что она стучит на меня, если я перестану ему помогать. Адам, мои дела плохи. Нужно получить эту запись. Знаю, у тебя дел до чертиков, но мне одному никак не справиться. А что насчет Тиндала? С ним можно договориться? Можно попробовать, но он упертый парень. Действительно, просто скала. Чтобы его уговорить, нужен Касси, не меньше. С этим проблем нет. Касси у нас есть уже. Край запатентованное средство из охраняемой лаборатории. Как-то вы ухитрились. Мы с Тиндалом работали в ночную смену раз в две недели. Я набивал сумку Нейропозином, а он редактировал данные с камерой. Прямо в промышленных масштабах таскали, да? Похоже, он оставил себе часть записей. Гений. Нейропозин? А зачем вам средства против отторжения имплантов? Продать хотели? Или конкурентам слить? Почему ты сразу считаешь, что я пытался на этом заработать? А что нет? Что конкретно ты от меня хочешь? Нужно вернуть записи системы безопасности, которыми Тиндал меня шантажирует. Они должны быть где-то в его квартире. Может, в компьютере? И дальше что? Мне его в телефонной книге поискать? У него квартира на Бруклин-Корт. Забраться туда будет непросто. А я знаю, кто забраться. Там здоровые охраняемые ворота перед домом. О, замечательно. Ворота, конечно, можно взломать, но это потребует неслабых навыков. Поищи лучше какой-нибудь другой путь. Пожарную лестницу, например. Не, ну, Карел, ты, конечно, молодец. Ты хочешь, чтобы я еще, может, закон нарушил ради тебя? Ты, Икс, не сказал, почему вы выкрали Нейропозин? Нейропозин? Почему ты... А, ну, он не отвечает. Ладно, давай. Ладно, рассказывай. Серьезно? Ого! Спасибо, Адам! Я думал, мне конец. Ну, пока мы это не решили. Задняя, скорее всего, хранится на компьютере у него дома. Как найдешь ее, встретимся перед входом на парковку у подземки. Дальше сам разберусь. Окей, миссия начата. Значит, нам не придется лезть в лабораторию, то есть плюсов из минусов. Нам нужно сейчас пойти поговорить с самим Кареллой. Мы все-таки не зря нашли этот тайничек. Карелла будет за этим, за заправкой. И мы сможем с ним поболтать. Поболтаемся, и мы, наверное, будем заканчивать на это. Мы продолжим уже активные исследования Детройта в следующий раз. В городских районах можно получить дополнительные задания, если поговорить с правильными персонажами. Мы это знаем. Спасибо, спасибо. В Химон Революциях еще не реализована система перемещения между большими локациями. Вот в Минкайн Дивайдет будет метро, где можно между районами перемещаться. Это будет тоже классно. Обидно. Миссис Рид? О, Адам! Прости, ты меня напугал. Пожалуйста, зови меня, Кассандра. Вы с Мэган столько времени были вместе. Я как раз тебя ждала. Коциальная теща, да? Здесь, снаружи. Зашли бы внутрь. Не знаю. Я, наверное, еще не готова. Ты здесь работаешь, но для меня это место, которое отняла мою дочь. Я понимаю, о чем вы. Для меня тут тоже все изменилось. Думаю, это и не должно быть просто. Нет правильного пути для того, чтобы пройти через такое. Я даже не представляю, каково сейчас тебе после всего этого. Да. Много что поменялось за полгода. Не могу поверить, насколько они тебя изменили. Сначала я даже не думала, что ты выживешь. Как ты с этим справляешься? Они сделали все, что могли, чтобы спасти меня. Теперь я в определенном смысле могу больше, чем когда-либо. Логично. Рады видеть, что ты хорошо воспринял это все. Многим из нас пришлось бы нелегко. Позвольте спросить, зачем вы хотели меня видеть? Да. Да, конечно, прости. Я здесь из-за Меган, из-за того, что с ней случилось. Вернее, из-за расследования случившегося. А в чем дело? Если совсем просто, мне кажется, что-то не так с тем, как это дело велось. Вы думаете, что здесь что-то нечисто? Именно. Считай это материнской интуицией. Ну, в разговоре со следователем я заметила кучу несоответствий. А потом я встретила детектива по имени Чейз. Он подтвердил, что кое-что не было сделано должным образом, хотя доказательств у него не было. И вы хотите, чтобы я попробовал разузнать это? Я никогда больше не услышу, как моя дочь смеется. Адам. Она больше не позвонит, не спросит, как у меня дела. И я не спрошу ее, как прошел ее день. Ее у меня украли. Возможно, все это не очень правильно, но я все равно хочу узнать, почему это случилось. Праведливо. Я понимаю, почему она тебя любила. Все эти механические модификации не смогли изменить то, что она в тебе видела. Прошу. Помоги мне выяснить, что на самом деле с ней случилось. Я сам еще не занимался тем нападением. Попробую разобраться. Спасибо. Адам, для меня нет ничего важней. Сначала мне нужно встретиться с этим детективом Чейзом. Отлично. Он подрабатывает охранником в доме на Бруклин-Корт. Я буду ждать твоего возвращения в холле твоей квартиры. Почему детектив подрабатывает где-то охранником? О, он ушел в отставку вскоре после тех событий. Бруклин-Корт сразу не склицает. Подробности им не знаю. Может, он сам тебе все расскажет. Я займусь этим. Так, окей. Хорошо. Мои соседи были там, когда это случилось. Захват заложников на фабрике Шарифа. Что там? Полицейские в броне ходят. Какие-то проблемы, сэр. Никаких офицеров. Я, в общем, ничего не имею против. Но это же просто отвратительно. Не, ну, втыкать металл себе под кожу. Фу. Похоже, ты никогда не делала татуировок. Это совсем другая штука. Когда делаешь татуировку, не нужно потом всю оставшуюся жизнь жрать наркотики. Ну, по мне, каждый волен делать со своим телом все, что хочет. Да? А когда все сделают собой, что хотят, что останется таким, как мы? Тем, кто не хочет становиться машинами? Мы станем низшей расой. Оглянуться не успеешь, как нам место будет только в трущобах. Ты, похоже, не имеешь точки зрения, да? Сраач! Представляешь, вообще, мы уже все там оцепили и тут приказ не соваться. С каких-то порт дэвид шариф нами команда. Корпоративное финансирование. Да, скорее, какие-нибудь грязные делишки проворачивали и хотели, чтобы их наемный коп с этим разобрался. Не надо было этого парня пускать. Ребята, я сэкономил вам много жизни, если что. Успокойтесь. Так, давайте думать, куда идти, заправка это рядом со всем, как я помню. Привет. О! Что здесь? А, это выход, кстати говоря, который мы смотрели. Вот. Мы были внизу, мы там нашли тайник Карелла и этого Тиндала. Брайан Тиндал, да? Да. Так, карта. Жилой район, клиника протез, и заправка. Чайрон Билдинг, трущобы. Так, еще раз. Там есть как-то подворотня, давайте тут уже забежим, посмотрим. Это история с заложниками, просто не верится. Террористы прямо у нас дома? Точно. А этот гад Тагард говорит, что он тут ни при чем. Ни одному слову не верю. Говорят, он скоро планирует выступить с речью в конференции. Мощный. Мощный дизайн. Ага. Моисей идет спасать нас от злого фараона по имени Шариф. Хм, ха, ну да. Будем надеяться, что чума пойдет на все дома фронта человечества. Да, поехавшие лудисты они всегда есть. К сожалению. люди всегда боялись технологий прогресса. Вы смотрели вчера хоккейный матч? Крылья против Хабс. Настоящая месива. Не видел, но одобряю. Интересно. Интересно, интересно. Такое ощущение, что мы здесь что-то будем делать, да? Третьего левела. Спасибо, что хотя бы разговариваете со мной. Большинство просто проходят мимо, как будто я невидимка. В этом городе быть нищим практически незаконно. Ну, увы, так бывает. Кстати, я думаю, что прицел лучше вырубить. Играмм. Потому что ну вот на сложном играем, в конце концов. Я кстати, кажется, засиделся, да? Мы уже больше, мы еще не час играем, но уже нормально. Там третий уровень безопасности, мы это ломанем, когда прокачаемся. Пусть потратим деньги, сейчас купим праксис. Где-то впереди вот заправка, и вот она нам нужна. Впереди, кажется, проход через метро, сколько я помню. Чувак сидит. Тоже бомж? Спит? Ясно. А, вот, вот запрошена заправка, да? Потом весна. Ночные мировые новости, или за Кассан. Реклама 4-го, 4-го Диабло. Смотри без глупостей, ладно? Без проблем, сэр. Есть у нас будет торгаш. Здорово, отец. Хочешь что-то купить или продать? Звучка кто тебе нужен? Все есть в компьютере, у тебя под рукой. Ииии, чакое что? Так, пиздец, Скоро, я могу с тобой просто поговорить. Чем инь? Ладно, продадимся. Ээээм. Продадим или воверные патроны, они не нужны. Патрон для винтовки продадим. Пистолетов, пару штук продадим, десяток допустим. Ронфет-пулемет на Максы продадим. Энергию продадим, пару бомб. В принципе, взрывчатка, все остальное. Но я думаю, игра тоже можно продать. У нас 6к, мы сможем купить себе Praxis. А, блин, еще апгрейды есть. Скубер с травмсистем. Стребовочер докторон за очередь. Дробовик. Ну, спасибо, Нандроводан не нужен. Грант продается. А, у него нет Praxis. Ну, камон, чувак, ну, в смысле, я нет Praxis. К стиминному комбинировать с гранатами и делать эти штуки. Всегда пожалуйста. Спасибо. Так вот, стало, что мы не смогли с ним поговорить. В плане комбинировать шуху. Пистолет качается. Тонна книга. Не лучше. Мифа модификации человека. Уильям Таггет. О, боже. Читать. Читать сообщение лудиста. Человечество всегда стремилось к совершенству. С самого зарождения цивилизации мы улучшаем свой ум при помощи обучения и расширения знаний. Наши души при помощи духовных поисков. Наши тела при помощи избавления от голода и болезни. Прошу прощения за подобные выражения, но человек есть божественный сосуд. Наивысшая ступень развития жизни на земле. Наиболее ценный и священный. Человечество это то, чем мы являемся. То, что у нас есть. однако за нашу чистоту подойдет тень. Тень слабости, зависти. В наших руках власть заменить плоть на сталь и пластик. Однако истина такова. Каждая часть себя от которой вы отказываетесь несет с собой маленькую смерть для вашей человечности. Вы же не становитесь лучше. Ну, короче, максимально проходная речь. Максимально бессмысленная. Так, не надеемли мы за заправкой канделу. Брайан Тинтелла. Точнее. И он еще не здесь. Где там у нас кстати говоря шеф табшариф письма книги, письма, да? Где он, блин? Логин. А, вот. Жду с заправкой. Банки. Банки. Я с ним поговорил, но, блин. реально? Я хотел кое-что для своего зенита 10М достать. Он все это сделает по первому классу. Скажи ему, что ты от меня, мне за это будет скидка в следующий раз. Точняк. Я же помню, что я читал сообщение, скажи, мол, я от того чувака и тогда можно будет получить скидон, но чуть-чуть не работает. О, тут детектив чейс, да? Давайте, наверное, с чейсом будем говорить в следующей серии, а пока остановимся и сделаем паузу. Была серия домашних расследований таких, потом будем продолжать, у нас много чего стоит исследовать, много куда пробираться, тиндала проверить, и вообще, вообще, самого тиндала почему-то заправка не вижу, ну и ладно. В клинику протез, кстати, мы пойдем, наверное, чуть позже. А, наверное, потом пойдем, вот сюда нас не пустят. Сначала проверим этот домик, в общем-то. Спасибо, с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok